Черговый день международного театрального фестиваля «МартКонтакт» сделала глядачов постановками трех театров из Москвы, Санкт-Петербурга и Вены. И они прошли при полном аншлагу с подробностями Ганна Лапо. Театральный вечер распочел спектакль за зачиненными Двярыма режиссерской лаборатории в Ушниту Миноса. Их пляцовкой стал областный театр «Лялек». Мы все убийцы, детка. Мы в аду, милая. Мы же прокляты, мы же прокляты. На великой сцене драматичного театра показали спектакль «Дорогая Алена Сергеевна» с Санкт-Петербургского театра юных глядачов. Это постановка для молодой аудитории, что целком отповедала формату фестиваля. Пьеса Галины Разумовской написана еще у далеким 1986-м годе. История про наставницу и ее выпускников актуальна и зараз. Есть многое. Говорится о проблемах того времени. Того времени, конкретно связанных со временем конца перестройки. Мне кажется, что возможно поговорить о более крупных таких вещах, которые не касаются конкретного перестройочного периода, а всего времени нашего. Дети приходят им близко. Это как ни странно, оказалось, что пьеса такая оказалась всем близкой. Нам нравится. Ну, короче, грубо говоря, нужно сыграть подонков. Вот это, черт возьми, здорово. Ну, а что нереализм? Очень актуальная тема. Даже не знаю, какую сторону принять учителя или учеников. Мне очень нравится и сегодня особенно, потому что оно наполнено как и смыслом, так и юмором и заставляет и задуматься, и получить очень положительные эмоции. На малой сцене выступила трупа в Венского театра «Капрыль» с романтичной постановкой на немецкой мове «Монтовидео». Приехать на фестиваль австрийцу натхнило захопление русской литературой. Они знают произведения русских классиков. В основном они вставляют какие-то куски Маяковского. Они работают с произведениями Хармса. В некоторых произведениях у них задействованы стихиат Ахматова и Маяковского. Также они знают произведения Чехова, но пока им не приходилось возможности работать. Молодежный театральный форум «Март Контакт» протягнется до 27-го соковика. Ганна Лапо, Александр Тарасов, Новины региона.